Настю, расскажите мне, пожалуйста, какой очередной декоративный шедевр мы сегодня будем создавать? Тарас, стиль, который мы создаем в этом помещении, европейское кантри. Он очень популярен сейчас в Европе и уже на Западе, потому что очень высокий темп жизни, люди очень устают на работе. И когда они приходят вот в такие интерьеры, которые приближены к деревенским, они отдыхают и душой, и телом. Так, и какой элемент этого стиля мы будем создавать? Дело в том, что этот стиль, он предполагает состаренные, можно даже сказать, антикварные вещи. Сейчас современные мебельные фабрики придумали уже очень много методов, как новую мебель превратить в состаренную, чтобы у нее был вид антикварный. И сегодня мы будем одним из таких методов пользоваться. Метод потрескавшейся краски. Называется он кракле. А каким чином это происходит? Расскажите, пожалуйста. Делается это очень просто. Сначала носится первый слой масляной краски. Второй слой, который мы нанесем, это будет латексная краска. Они не совмещаются друг с другом, ну, как говорят, не дружат. Поэтому верхняя краска, она начнет стягиваться, и появляются необходимые трещинки, которые имитируют вот это вот старение. Настя, я понял, что у нас выдано гирше, чем у наикращих маэстри. Давай ты просто по-другому. Тарас, первый слой наносим очень тоненько. Только чтобы проявился цвет. Это нужно для того, чтобы он быстро подсох, и мы могли нанести второй. Разумело. Обратите внимание, что красить нужно по направлению волокон древесины, не поперек. Тарас, первая плоскость готова. Вы можете приступать к сушке феном, а я перехожу на вторую. Ем. Тарас, достаточно. Постоянно. Да, я думаю, что вот на эту поверхность мы можем нанести уже второй слой. Доброе. Фен пока откладываем. Тарас, а теперь наносим акрилово-латексную краску. Вот ее мы наносим толстым слоем, для того, чтобы она имела возможность сбежаться и сделать этот эффект кракле. Просто риск это все так. Да, да, она должна иметь силу, поэтому ее должно быть много. Настя, а теперь снова потребно подсушить феном. Совершенно верно. И вот сейчас будет самый интересный процесс, когда у вас под феном будет меняться, во-первых, цвет краски, а во-вторых, будут появляться такие вот трещины. Давай это спробуем. Берите фен. Тарас, этот процесс мы показали, поэтому я предлагаю взять ту этажерку, которую я уже сделала вчера, и покрыть лаком. Для этого я предлагаю использовать прозрачный мебельный лак. Доброе. На акриловой основе. Налываем его. Давайте. Ну, вроде все, Настю. Вы знаете, мне остается только благодарить вам за простой и в одночасно вышуканный мастер-класс. Мне было приятно с вами работать, Тарас. Взаимно. Все генеально, просто. Смотрите нас дальше и увидите еще много чего интересного. Но не приклеил. Смотрите нас.